Аркадий Аверченко, пропавшая галоша Доббльса, сочинение А. Канан-Дойля, читает Геннадий Постригайло. Мы сидели в своей уютной квартирке на Беккер-стрит, в то время, как за окном шел дождь и выла буря. — Удивительно, когда я что-нибудь рассказываю о Холмсе, обязательно мне без бури и дождя не обойтись. Итак, по обыкновению выла буря, Холмс по обыкновению молча курил, а я по обыкновению ожидал своей очереди чему-нибудь удивиться. — Ватсон, я вижу, у тебя флюс. — Я удивился. — А откуда вы это узнали? — Нужно быть пошлым дураком, чтобы не заметить этого, ведь вспухшая щека у тебя подвязана платком. — Поразительно! Это такая наблюдательность! Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шее в кокетливый бант. Потом вынул скрипку и сыграл вальс Шопена, ноктюрн Нострадамуса и полонез Васко де Гамма. Когда он заканчивал тридцать девятую симфонию Юлия Генриха Циммермана, в комнату с треском ввалился неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью. — Господин Холмс, я Джон Бенгам. Ради бога, помогите! Меня украли... украли... ах, страшно даже вымолвить! Слезы затуманили его глаза. — Я знаю, — хладнокровно сказал Холмс. — У вас украли фамильные драгоценности. Бенгам вытер рукавом слезы и с нескрываемым удивлением взглянул на Шерлока. — Как вы сказали, фамильные... что? У меня украли мои стихи. — Я так и думал. Расскажите обстоятельства дела. — Какие там обстоятельства? Просто я шел по Трафальгарскверу и, значит, нес их... стихи-то... подмышкой. А он выхвати, добежать. Я за ним, а калоша и соскочи у него. Вор-то убежал, а калоша вот. Холмс взял протянутую калошу, осмотрел ее, понюхал, полезал языком и, наконец, откусивший кусок, с трудом разжевал его и проглотил. — Теперь я понимаю, — радостно сказал он. Мы вперели в него взоры, полные ожидания. — Я понимаю. Ясно, что эта калоша резиновая. Изумленные мы вскочили с кресел. Я уже немного привык к тем блестящим выводам, которым Холмс скромно не придавал значения. Но на гостя такое проникновение в суть вещей страшно подействовало. — Господи помилуй, это колдовство какое-то. По уходе Бенгама мы помолчали. — Знаешь, кто это был? — спросил Холмс. — Это мужчина. Он говорит по-английски. Живет в настоящее время в Лондоне. Занимается поэзией. Я всплеснул руками. — Холмс, вы сущий дьявол! Откуда же вы все это знаете? Холмс презрительно усмехнулся. — Я знаю еще больше. Я могу утверждать, что вор, несомненно, мужчина. — Да какая же сорока принесла вам это на хвосте? — Ты обратил внимание, что калоша мужская. Ясно, что женщины таких калош носить не могут. Я был подавлен логикой своего знаменитого друга и ходил весь день как дурак. Двое суток Холмс сидел на диване, курил трубку и играл на скрипке. Подобно Богу, он сидел в облаках дыма и исполнял свои лучшие мелодии. Кончивший элегию Ньютона, он перешел на рапсодию Микеланджело и на второй половине этой прелестной безделушки английского композитора обратился ко мне. — Ну, Ватсон, собирайся. Я таки нащупал нить этого загадочного преступления. Мы оделись и вышли. — Зная, что Холмса расспрашивать бесполезно, я обратил внимание на дом, к которому мы подходили. Это была редакция Таймса. Мы прошли прямо к редактору. — Сэр, — сказал Холмс, уверенно сжимая тонкие губы, — если человек, обутый в одну калошу, принесет вам стихи, задержите его и сообщите мне. Я всплеснул руками. — Боги, как это просто и гениально! После Таймса мы зашли в редакцию Дэйли Ньюз, Пэль-Мэль и еще в несколько. Все получили предупреждение. Затем мы стали выжидать. Все время стояла хорошая погода, и к нам никто не являлся. Но однажды, когда выла буря и бушевал дождь, кто-то с треском ввалился в комнату, забрызганной грязью. — Холмс, — сказал неизвестный грубым голосом, — я, Добльс, если вы найдете мою пропавшую на Трафальгардсквере калошу, я вас озолочу. Кстати, отыщите также хозяина этих дрянных стишонок. Из-за чтения этой белиберды я потерял способность пить свою вечернюю порцию виски. — Ну, мы эти штуки знаем, любезный, — пробормотал Холмс, стараясь свалить негодяя на пол. Но Добльс прыгнул к дверям, и, бросивший в лицо Шерлока рукопись, как метеор скатился с лестницы и исчез. Другую калошу мы нашли после в передней. Я мог бы рассказать еще о судьбе поэта Бенгама, его стихов и пары калош. Но так как здесь замешаны коронованные особы, то это не представляется удобным. Кроме этого преступления Холмс открыл и другие, может быть, более интересные. Но я рассказал о пропавшей калоше Добльса, как о деле, наиболее типичным для Шерлока. Хлопотливая нация Когда я был маленьким, совсем крошечным мальчуганом, у меня были свои собственные, иногда очень своеобразные представления и толкования слов, слышанных от взрослых. Слово «хлопоты» я представлял себе так. Человек бегает из угла в угол, взмахивает руками, кричит и, нагибаясь, тычется носом в стулья, окна и столы. «Это и есть хлопоты», — думал я. И иногда, оставшись один, я от безделья принимался хлопотать. Носился из угла в угол, бормотал часто-часто какие-то слова, размахивал руками и озабоченно почесывал затылок. Пользы от этого занятия я не видел ни малейшей, и мне казалось, что вся польза и цель так и заключаются в самом процессе хлопот, в бегстве и бормотании. С тех пор много воды утекло. Многие мои взгляды, понятия и мнения подверглись основательной переработке и кристаллизации. Но представление о слове «хлопоты» так и осталось у меня детское. «Недавно я сообщил своим друзьям, что хочу поехать на южный берег Крыма». «Идея», — похвалили друзья, — «только ты похлопочи заранее о разрешении жить там». «Похлопочи? Как это похлопочи?» «Ты писатель, а не всякому писателю удается жить в Крыму. Нужно хлопотать. Арцебашев хлопочет, Куприн тоже хлопочет». «А как же они хлопочут?» — заинтересовался я. «Да так, как обыкновенно хлопочут». «Мне живо представилось, как Куприн и Арцебашев суетливо бегают по берегу Крыма, бормочут, размахивают руками и тычутся носами во все углы. У меня осталось детское представление о хлопотах, и иначе я не мог себе вообразить поведение вышеназванных писателей. «Ну что ж», — вздохнул я, — похлопочу и я. С этим решением я и поехал в Крым. «Когда я шел в канцелярию ялтинского генерал-губернатора, мне казалось непонятным и странным. Неужели о таком пустяке, как проживание в Крыму, нужно еще хлопотать? Я православный русский гражданин, имею прекрасный непросроченный экземпляр паспорта, и мне же еще нужно хлопотать. Стоит после этого делать честь нации и быть русским. Гораздо выгоднее и приятнее для собственного самолюбия быть французом или американцем». В канцелярии генерал-губернатора, когда узнали, зачем я пришел, то ответили «Вам нельзя здесь жить. Или уезжайте немедленно, или будете высланы». «По какой причине?» «На основании чрезвычайной охраны». «А по какой причине?» «На основании чрезвычайной охраны». «Да по какой причине?» «На основании чрезвычайной охраны». Мы стояли друг против друга и кричали, открыв рты, как два разозленных осла. Я приблизил свое лицо к побагровевшему лицу чиновника и завопил. «Да поймите же вы, черт возьми, что это не причина! Что, это какая-нибудь заразительная болезнь, которой я болен, что ли, ваша чрезвычайная охрана? Ведь я не болен чрезвычайной охраной, за что же вы меня высылаете? Или это такая вещь, которая дает вам право развести меня с женой? Можете вы развести меня с женой на основании этой вашей чрезвычайной охраны?» Он подумал. Плицу его было видно, что он хотел сказать «могу». Но вместо этого сказал. «Удивительная публика. Не хотят понять самых простых вещей. Имеем ли мы право выслать вас на основании охраны? Имеем. Ну вот и высылаем». «Послушайте», — смиренно возразил я, — «за что же? Я никого не убивал и не буду убивать. Я никому в своей жизни не давал даже хорошей затрещины, хотя некоторые очень ее и заслуживали. Буду я себе каждый день гулять тут по бережку, смиренно смотреть на птичек, собирать цветные камушки. Плюньте на вашу охрану. Разрешите жить, а?» «Нельзя», — сказал губернаторский чиновник. Я зачесал затылок, забегал из угла в угол и забормотал. «Ну, разрешите, ну, пожалуйста. Я не такой, как другие писатели, которые, может быть, каждый день по человеку режут и бросают бомбы так часто, что даже развивают себе мускулатуру. Я тихий. Разрешите, можно жить». Я думал, что то, что я сейчас делаю и говорю, есть хлопоты. Но крепкоголовый чиновник замотал тем аппаратом, который возвышался у него над плечами, и заявил. «А тогда, если вы так хотите, начните хлопотать об этом». Я с суеверным ужасом поглядел на него. «Как? Значит, все то, что я старался вдолбить ему в голову, не хлопоты? Значит, существуют еще какие-то другие загадочные, неведомые мне хлопоты, сложные и утомительные, которые мне надлежит взвалить себя на плечи, чтобы добиться права побродить по этим пыльным берегам. Да ну вас...» Теперь я совсем сбился. Человек хочет полетать на аэроплане. Об этом нужно хлопотать. Несколько человек хотят устроить писательский съезд. Нужно хлопотать и об этом. И лекцию хотят прочесть, а ради тоже хлопочут. И револьвер купить тоже. Хорошо-с. Ну, а я захотел пойти в театр. Почему, — мне говорят, — об этом не надо хлопотать? Галстук хочу купить. И об этом, говорят, хлопотать не стоит. Да я хочу хлопотать. Почему револьвер купить нужно хлопотать, а галстук не нужно? Лекцию о радие прочесть нужно хлопотать, а на веселую вдову пойти не нужно? Откуда я знаю разницу между тем, о чем нужно хлопотать и о чем не нужно? Почему просто о радие нельзя, а о радие в чужой постели можно? И сижу я дома в уголку на диване. Кстати, нужно будет похлопотать, можно ли сидеть дома в уголку на диване. Сижу и думаю. Если бы человек захотел себе ярко представить Россию, как она ему представится? А вот как. Огромный человеческий русский муравейник хлопочет. Никакой никому от этого пользы нет, никому это не нужно, но все обязаны хлопотать. Бегают из угла в угол, часто почесывают затылок, размахивают руками, наклеивают какие-то марки и о чем-то бормочут, бормочут, бормочут. Хорошо бы это все взять да изменить. Нужно будет похлопотать об этом. Мой сосед по кровати Гостей на этой даче было так много, что я не всех знал даже по фамилиям. В два часа ночи вся эта усталая, нашумевшая за день компания стала поговаривать об отдыхе. Выяснилось, что ночевать остаются восемь человек в четырех свободных комнатах. Хозяйка дома подвела ко мне маленького приземистого человека из числа остающихся и сказала, А вот с вами в одной комнате ляжет Максим Семенович. Конечно, я предпочел бы иметь отдельную комнату, но при осмотре маленького незнакомца решил, что если уж выбирать из нескольких зол, то выбирать меньшее. Пожалуйста. Вы ничего не будете иметь против? Робко осведомился Максим Семенович. Помилуйте, почему же? Так, видите ли, потому что я компаньон-то тяжелый. А что такое? Человек я пожилой, неразговорчивый, мрачный, все больше в молчанку играю. А вы, паренек молодой, небось душу перед сном не прочь отвести, поболтать об этом да о том. Наоборот, я с удовольствием помолчу. Я сам не из особенно болтливых. — Ну, а коли так, так и так, — облегченно воскликнул Максим Семенович. — Одно к одному, значит. Хе-хе-хе-хе-хе. Когда мы пришли в свою комнату и стали раздеваться, он сказал. — А ведь, знаете, есть люди, которые органически не переносят молчание. Я потому вас и спросил, Давич. Меня многие недолюбливают за это. Что это, говорят, молчит человек ровно колода? — Ну, со мной вы можете не стесняться, — засмеялся я. — Ну, вот спасибо. Приятное исключение. Он снял один ботинок, положил его под мышку, погрузился в задумчивость и потом, улыбнувшись, сказал. — Помню, еще в моей молодости был случай. Поселился я со знакомым студентом Селантьевым в одной комнате. Ну, молчу я. День молчу, два молчу. Сначала он посмеивался надо мной, говорил, что у меня на душе нечисто. Потом стал нервничать, а под конец ругаться стал. — Ты что, — говорит, — обед молчания дал? — Чего молчишь, как убитый? — Да и ничего, — отвечаю. — Нет, — говорит, — ты что-нибудь скажи. — Так и что же? Опять молчу. День, два. Как-то схватил он бутылку, да и говорит. — Эх, — говорит, — с каким бы удовольствием трахнул тебя этой бутылкой, чтобы только от тебя человеческий голос услышать. А я ему говорю, — драться нельзя. Ну, помолчали денька три опять. Однажды вечером раздеваемся мы перед сном, вот как сейчас, а он как пустит в меня сапогом. Будь ты, — говорит, — проклят отныне и до века. Нет у меня жизни человеческой. Не знаю, — говорит, — в гробу я лежу, в одиночной тюрьме или где. Завтра же утром съезжаю. И что же вы думаете? Мой сосед тихо засмеялся. Ведь сбежал, ей-богу, сбежал. Ну, это просто нервный субъект, — пробормотал я, с удовольствием ныряя в холодную постель. Нервный? А, тогда, значит, и все нервные. Ежели девушка двадцати лет, веселая, здоровая, она тоже нервная? У меня вот такая невеста была. Сначала говорила мне, — мне, — говорит, нравится, что вы такой серьезный и положительный, не болтун. А потом, как только приду, уже спрашивать начала, чего это вы все время молчите? Так о чем же говорить? Как? Неужели не о чем? Что вы сегодня, например, делали? Ну, был на службе, обедал, а теперь вот к вам приехал. Мне, — говорит, — страшно с вами, вы все молчите. Ну, такой уж, — говорю, я есть, таким меня и любите. Да где там? Приезжаю к ней как-то, а у нее юнкер сидит. Сидит, разливается. Я, — говорит, — видел и то, и все, бывал и там, и тут. И бываете ли вы в театре, и любите ли вы танцы, и что это значит, что подарили мне сейчас желтый цветок, со значением или без значения. И столько этот юнкер мог слов сказать, это даже удивительно. Она все к нему, так и тянется, так и тянется. Да мне-то что, сижу, молчу. Юнкер на меня косо посматривает, стал с ней перешептываться, пересмеиваться. Ну, помолчал я, ушел. И что ж вы думаете? Дня через два заезжаю к ней, выходит ко мне этот юнкер. Вам, — говорит, — чего тут надо? Как чего? Марью Петровну хочу видеть. — Пошел вон, — говорит мне этот проклятый юнкеришка. А то я, — говорит, — тебя так тресну, если будешь еще шататься. Хотел я возразить ему, оборвать мальчишку, а за дверью смех. Засмеялась она и кричит из-за двери. Вы мне, — говорит, — не нужны. Вы молчите, но ведь и мой комод молчит, и мое кресло молчит. Уж лучше я комод в женихи возьму. Какая разница? Дура. Взял я, да и ушел. Я сонно засмеялся и сказал. Да, история. Ну, спокойной ночи. Приятных снов. Вообще, у мужчины хотя логика есть, по крайней мере. А женщина иногда так себя поведет. Дело прошлое, можно признаться. Был у меня роман с одной замужней женщиной. И за что она меня, спрашивается, выбрала? Смеху подобно. Зато, видите ли, что я очень молчалив, и поэтому никому о наших отношениях не проболтаюсь. Три дня она меня только и вытерпела. Взмолилась. Господи, создатель, говорит, пусть лучше будет вертопрах, какой-нибудь хвостунишка, болтун, но не этот мрачный надгробный мавзолей. Вот, говорит, со многими приходилось целоваться и обниматься, но труп безгласный никогда еще любовником не был. Иди ты, говорит, и чтоб мои глаза тебя не видели отныне и до века. И что ж вы думаете? Сама пошла и мужу рассказала о наших отношениях. Вот тебе и разговорчивость. После скандал вышел. — Действительно, — поддакнул я, с трудом приоткрывая отяжелевшие веки. — Ну, спите. Вы знаете, уже половина четвертого. — Ну, пора на боковую. Он неторопливо снял второй сапог и сказал. — Один раз даже незнакомый человек на меня осверепел. Дело было в поезде. Едем мы в купе. Я, конечно, по своей привычке сижу, молчу. Я закрыл глаза и притворно захрапел, чтобы прекратить эту глупую болтовню. — Он сначала спрашивает меня. — Далеко изволите ехать? — Да. — То есть как? — говорит, — да. — Он что, заснул, что ли? Спит. — Ох, молодость, молодость. Этот студент бывало тоже, что со мной жил. Как только ляжет, сейчас храпеть начинает. А иногда среди ночи проснется и начинает сам с собой разговаривать. Со мной-то не наговоришься. Я прервал свой искусственный храп, поднялся на одном локте и ядовито сказал. — Вы говорите, что вы такой неразговорчивый, однако теперь это бы сказать нельзя. Он недоумевающе повернулся ко мне. — Почему? — Да вы безумолку рассказываете. Я, к примеру, рассказываю. Вот тоже случай у меня был с батюшкой на исповеди. Пришел я к нему, он и спрашивает, как полагается. — Грешен? — Грешен, говорю. — А чем? — Так и мало ли. — А все-таки. — Всем грешен. — Молчим. Он молчит, и я молчу. — Наконец, слушайте, — сердито крикнул я, энергично повернувшись на постели. — Сколько бы вы ни говорили мне о вашей неразговорчивости, я не поверю. И чем больше вы мне будете рассказывать, тем хуже. — Почему? — спросил мой компаньон обиженно, расстегивая жилет. — Я, кажется, не давал вам повода сомневаться в моих словах. Мне однажды даже на службе была неприятность из-за моей неразговорчивости. Приезжает как-то директор, зовет меня к себе. Ну, настроение у него, очевидно, было самое хорошее. — Ну, что, — спрашивает новенького. — Ничего. — Как ничего? — Да и так и ничего. — То есть, позвольте, как-то вы мне так... — Я сплю! — злобно закричал я. — Спокойной ночи! — Спокойной ночи! — Спокойной ночи! Он развязал галстук. — Спокойной ночи! — Как-то вы мне так отвечаете, — говорит, — ничего. — Это невежливо. — Да и как же иначе вам ответить, ежели нового ничего нет? Из ничего и не будет ничего. О чем еще пустой разговор мне начинать, если все старое? — Нет, — говорит, — все имеет свои границы. Можно, — говорит, — быть неразговорчивым, но... Тихо, бесшумно провалился я куда-то, и сон, как тяжелая мягкая шуба, покрыл собою все. Луч солнца прорезал мои сомкнутые веки и заставил открыть глаза. Услышав какой-то разговор, я повернулся на другой бок и увидел фигуру Максима Семеновича, свернувшегося под одеялом. Он неторопливо говорил, смотря в потолок. — Я, — говорит, — буду требовать у вас развода, потому что выходила замуж за человека, а не за бесчувственного безгласного идола. Ну, чего, чего вы молчите? Да о чем же мне липочка говорить? Мужчины Кто жил в меблированных комнатах средней руки, тот хорошо знает, что прислуга никогда не имеет привычки предварительно докладывать о посетителях. Как бы ни был неприятен гость или гостья, простодушная прислуга никогда не спросит вас, расположены ли вы к приему этих людей. Однажды вечером я был дома, в своей одинокой комнате, и занимался тем, что, лежа на диване, старался делать как можно меньше движений. Я человек очень прилежный, энергичный, и это занятие нисколько меня не утомило. По пустынному коридору раздались гулки и шаги, шелест женских юбок, и чья-то рука неожиданно громко постучала в мою дверь. Машинально я сказал, — Войдите! Это была скромно одетая немолодая женщина в траурной шляпе с крэпом. Я вскочил с дивана, сделал по направлению к посетительнице три шага и спросил удивленно, — Чем могу быть вам полезен? Она внимательно всмотрелась в мое лицо. — Вот он какой! — пробормотала она. — Таким я его себе почему-то и представляла. Красив, красив даже до сих пор, хотя прошло уже около шести лет. — Я вас не знаю, сударыня, — удивленно сказал я. Она печально улыбнулась. — И я вас, сударь, не знаю, а вот привелось встретиться, и придется еще вести с вами длинный разговор. — Садитесь, пожалуйста, я очень удивлен. Кто вы? Дама в трауре поднялась со стула, на которую только что опустилась, и, держась за его спинку, с грустной торжественностью сказала. — Я мать той женщины, которая любила вас шесть лет тому назад, которая нарушила ради вас супружеский долг, и которая... Ну, об этом после. Теперь вы знаете, кто я. Я мать вашей любовницы. Посетительница замолчала, считая, вероятно, сообщенные ею данные достаточными для уяснения наших взаимоотношений. А я не считал эти данные достаточными. Я не считал их типичными. Я помедлил немного, ожидая, что она назовет, по крайней мере, фамилию или имя своей дочери. Но она молчала, печальная, траурная. Потом повторила, вздыхая. — Теперь вы знаете, кто я, и теперь я сообщу вам дальнейшее. Моя дочь, а ваша любовница, недавно умерла на моих руках с вашим именем на холодеющих устах. Я рассудил, что вполне приличным случаю поступком будет всплеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову. — Умерла? Боже, какой ужас! — Так вы еще не забыли мою славную дочурку! — растроганно прошептала дама, незаметно утирая уголком платка слезинку. — Подумать только, что вы расстались больше пяти лет тому назад, из-за вашей измены, как призналась она мне в минуту откровенности. Я молчал, но мне было безумно тяжело, скверно и горько. Я чувствовал себя самым беспросветным негодяем. Если бы у меня было больше мужества, я должен был бы откровенно сказать этой доброй наивной старушке. — Милая моя, для тебя роман замужней женщины с молодым человеком — огромное незабываемое событие в жизни, которое, по-твоему, должно сохраниться до самой гробовой доски. А я, я решительно не помню, о какой замужней даме ты говоришь, была ли это Ася Званцева или Ирина Николаевна или Вера Михайловна Березаева. Я нерешительно поерзал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и потом, свесив голову, осторожно спросил. — Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери. — Да что рассказывать? Как вы знаете, они с мужем не сошлись характерами. Он ее не понимал, не понимал души ее и запросов. А тут явились вы, молодой, интересный, порывистый. Она всю жизнь помнила те слова, которые были сказаны вами при первом сердечном объяснении. Помните? — Помню, — нерешительно кивнул я головой. — Как же не помнить. Впрочем, повторите их. Так ли она вам их передала? — В тот вечер мужа ее не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, светлый, как она говорила. Вы заметили, что у нее заплаканные глаза и долго добивались узнать причину слез. Она отказывалась. Она отказывалась. Тогда вы обвили рукой ее талию, привлекли ее к себе и тихо сказали. — Счастье мое, я вижу тебя здесь никто не понимает, никто не ценит твоего чудесного жемчужного сердца, твоей кристальной души. Ты совершенно одинока. Есть только один человек, который оценил тебя, сердце которого всецело в твоей власти. — Да, это мой приемчик, — задумчиво улыбнулся я. Теперь я его уже бросил. — Что? — переспросила старушка. — Я говорю, да. Это были именно те слова, которые я ей сказал. — Ну вот. Потом вы, кажется, стали целовать ее. — Наверное, — согласился я. — Не иначе. И что же она вам рассказывала дальше? — Через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минутку к вам выпить чашку чая. Она отказывалась, ссылаясь на то, что не принято замужней даме ходить в гости к молодому человеку, что этот поступок был бы моральной изменой мужу. Вы тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила, — Вы сердитесь? — Да, — сказали вы. — Вас оскорбляет такое отношение, и вообще вам очень тяжело, и вы страдаете. Тогда она сказала, — Ну, хорошо, я пойду к вам, если вы дадите слово вести себя прилично. Вы пожали плечами, вы меня обижаете. Через полчаса она была уже у вас, а через час стала вашей. И опять приподнявшись со стула, старуха спросила торжественно, — Помните ли вы это? — Помню, — подтвердил я. А что она говорила, уходя от меня? — Она говорила, наверное, теперь вы перестанете уважать меня, а вы прижали ее к сердцу и возразили. Нет, никого еще в жизни я не любил так, как тебя. А теперь, а теперь она умерла, моя голубка. Старая дама заплакала. О, если бы можно было вернуть ее вам, я пожертвовал бы для этого своей жизнью. Порывисто в припадке великодушия вскричал я. — Нет, ее уже ничто не вернет оттуда, — рассудительно возразила старуха. — Не говорила ли она вам еще что-нибудь обо мне? — Она рассказывала, что вы сначала виделись с ней каждый день, потом через день, а потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, и вы виделись с ней раз в неделю. А однажды она, явившись к вам неожиданно, застала у вас другую женщину. Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать рукой подушку. — Помните ли вы это? — спросила дама. — Помню. А когда она расплакалась, вы сказали ей, сердцу не прикажешь, и предложили ей остаться хорошими друзьями. — Неужели я предложил ей это? — недоверчиво спросил я. — Вообще это было на меня не похоже. Я хорошо знал, что ни одна женщина в мире не пошла бы на такую комбинацию, и потому никогда не предлагал вместо любви дружбу. Просто я спрашивал. Кажется, мы охладели друг другу. У всякой женщины есть свое профессиональное женское самолюбие. Она почти никогда не скажет, кто это мы, никогда я к тебе не охладевала, а опустит голову, промедлит минуты три и скажет «Да, прощайте». Очевидно, старуха что-то напутала. Не передавала ли мне покойница что-нибудь перед смертью? И в третий раз торжественно поднялась со стула старуха, и в третий раз сказала торжественно. — Да, она поручила вам свою маленькую дочь. — Мне? — ахнул я. — Да почему? — Как вы знаете, муж ее умер четыре года тому назад, а я стара и часто хвораю. — Да почему же именно мне? Старуха печально улыбнулась. — Сейчас я скажу вам вещь, которая неизвестна никому, тайну, которую покойница свято хранила от всех и открыла мне ее только в предсмертный час. Настоящий отец ребенка вы... — Боже ты мой! Неужели вы в этом уверены? — Перед смертью не лгут, — строго сказала старуха. — Вы отец, и вы должны взять заботы о вашей дочери. Я побледнел, сжал губы и, опустив голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами. — А может быть, она ошиблась? — робко переспросил я. — Может быть, это не мой ребенок, а мужа? — Милостивый государь, — величаво сказала старуха. — Женщины никогда не ошибаются в подобных случаях. — Это инстинкт. — Нахмурившись, я размышлял. С одной стороны, я считал себя порядочным человеком, уважал себя и поэтому полагал сделать то, что подсказывала мне совесть. Он должен быть мне дорог, этот ребенок, от любимой женщины. Конечно, я в то время любил ее. С другой стороны, эта неожиданная тяжелая обуза при моем образе жизни совершенно выбивала меня из колеи и налагала самые сложные и запутанные обязанности в будущем. — Я отец, у меня дочь. — А как ее зовут? — спросил я разнеженный. — Верой, как и мать. — Хорошо, — решительно сказал я. — Согласен, я усыновлю ее. Пусть носит она фамилию Двуутробникова. — А почему Двуутробникова? — недоумевающе взглянула на меня старуха. — Да мою фамилию, ведь я же Двуутробников. — Вы Двуутробников? — А кто же? — Боже мой! — в ужасе закричала странная гостья. — Значит, это не вы. — Что не я? — Вы, значит, не Классевич? Дочь называла фамилию Классевич и сказала этот адрес. Неожиданная бурная волна залила мое сердце. — Классевич! — захохотал я. — Ха-ха-ха! Поздравляю вас! Вы ошиблись дверью. Классевич в следующей комнате, номер одиннадцатый, а моя комната номер десять. Пойдемте, я провожу вас. Оживленный, веселый, я взял расстроенную старуху за руку и потащил за собой. — Ну, как же! — тараторил я. — Моя фамилия Двуутробников, номер десятый, а Классевич дальше. Он номер одиннадцатый. Он тут уж давно живет в этих комнатах. Вот тут, рядом со мной. — Как же! Классевич — очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь. А вы, значит, вместо одиннадцатого номера в десятый попали. Ха-ха-ха! Ошибочка вышла. Как же! Классевич! Классевич, он тут. Эй, Классевич, вы дома? Тут одна дама вас по важному делу спрашивает. Идите, сударыня. Хе-хе-хе-хе! А я-то слушаю-слушаю! Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината, изготовлению и установке подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установке перегородок из гипсокартона с пеналом для двери-купе, монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделке вагонкой, панелями ПВХ, установке подвесных потолков. Обращаться по телефону 8903-689-3623 Геннадий Анатольевич Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова